Продолжение следует... Вы в курсе, что Хоста стала городом раньше, чем сам Сочи? Убыхи эту местность называли богатой и обильной. Так слово Хоста и переводится с их языка. Здравствуйте, я Инга Габеши и это программа «В курсе». Здесь мы обсуждаем разные темы, касающиеся интересов всех горожан. Богат лечебной базой, обилием зелени район и сегодня. Остается Хоста и жемчужиной сочинского побережья. Действительно, здесь есть все условия для отдыхающих. А вот что делается в пользу местных жителей, мы спросим у главы Хостинского района. Наш гость сегодня Тимофей Трепельченко. Здравствуйте, Тимофей Александрович. Здравствуйте. Так сказать, вы новоиспеченный глава района, недавно вступили в должность. Какие проблемы Хоста уже успели выявить? И решили ли, как будете с ними справляться? Ну, проблемы в Хостинском районе, в принципе, те же самые, что и в других районах. Это газоснабжение, водоснабжение, отопление и, как говорится, проблемы жилищно-коммунального комплекса. Ну, это основные проблемы, которые существуют, они есть, по мере возможностей, конечно, решаются, но не все сразу, как вы понимаете. Да, насущные проблемы. Проблемы со спортивными площадками, детскими здравительными, которых в микрорайонах зачастую не хватает. Но в процессе понемногу мы их пытаемся решить. В состав района входят два сельских округа – Барановский и Раздольский. Да, это всего 11 сел? Да, 11 сел. Сколько из них не газифицировано? На 50% уже выполнены работы. Установлены столбы, проведены основные магистральные линии газопровода. Но с финансированием сейчас, как вы понимаете, не особо хорошо. Поэтому остается финальный этап для подключения, опрессовывания, сдачи в эксплуатацию. Я думаю, эта проблема в начале следующего года будет решена. А есть ли вообще в селах проблемы с коммуникациями? С коммуникациями, конечно, есть проблемы. Почему? Потому что исторически так сложилось, что в селах у нас ни канализации, ничего не предусмотрено, как вы понимаете. И вода в свое время была хозспособом восстановлена, а не централизована. Поэтому сейчас в администрации города проводятся работы по централизованному водоснабжению и по централизованному оборудованию централизованного водоотведения. Это очень важная работа, которая ведется на уровне ЮФО у нас на контроле. Почему? Потому что от слаженности, от эффективности работы этих систем будет зависеть, прежде всего, наше здоровье и здоровье наших туристов, которые к нам приезжают. А как живут вообще наши сельчане? Решается ли вопрос с их трудоустройством, занятостью? Ну, как правило, селяне все наши работают в городе, у нас здесь прибрежная черта. В основном все трудоустроенные. С этим проблем нет? Нет, проблема есть в любом случае, но я же говорю, все зависит от человека. Если человек хочет работать, он ее всегда эту работу себе найдет и будет работать. Потому что, как правило, элементалитет у нас такой в Сочи, что человек хочет мало работать и много при этом зарабатывает. Ну, так не бывает, вы сами понимаете. Это точно. Хосту всегда считали жемчужиной курорта. Но сегодня, если быть объективными, больше внимания забирает Адлерский район, и Олимпиада, там и горнолыжные курорты. Что делает администрация Хостинского района, чтобы не терять или удержать позиции? Ну, мы прекрасно понимаем, что в Адлерском районе у нас проходила Олимпиада. Все основные действия там были, и, соответственно, все новое, все самое лучшее у нас в Адлерском. Но, тем не менее, Хостинский район по-прежнему старается держать марку. Это наши санатории, это наша основная ценность, да, та же Мацеста, исторический наш курорт. Те же санатории, которые находятся в пределах курортного проспекта, да, развивают свою лечебную базу, вот, привлекают туристов. И вот на нынешний день, допустим, заполняемость санаторием у нас в среднем по всем санаториям около 80-85%. Это, я вам хочу сказать, для круглогодичного курорта очень даже неплохой показатель. Теренкуры тоже наверняка, да, свое место заняли? Теренкур, да, у нас есть, который был построен еще моими предшественниками, так сказать. Вот, сейчас мы его стараемся содержать в должном состоянии, постоянно вычищаем, потому что сами видят, за истекший год погода нас не баловала, да, у нас и деревья там падали, и ливневки забивались. Ну, в общем, стараемся поддерживать на должном уровне. Почему? Потому что очень много гостей любят гулять по теренкуру, да, и местные жители, как ни странно, тоже полюбили это место, да, с пробежками, они выходят с прогулками, на него очень часто можно встретить и пообщаться с ними там. Это здорово. Но все же, опять-таки, к насущным таким проблемам. Как ведется в Хостинском районе борьба с хаотичной застройкой и самостроями? Ведется борьба в любом случае, да, но очень тяжело, если честно. Почему? Потому что штат администрации не такой большой, и просто физически не можем охватить всех, тех, кто начинает строительство, ну, тем не менее. Есть у нас и такие неравнодушные, отзывчивые люди, которые нам помогают, да, дают своевременную информацию. Совместно с полицией отрабатываем эти моменты, да, но все необходимые меры принимаются. У нас случаи, конечно же, есть. Случаи есть, да, не утаём. Первоочередными задачами на новом посту вы назвали санитарное состояние и благоустройство всего района. Как ведётся работа в этом направлении? И в этих вопросах вы полагались на владельцев санаториев. Получается работать вообще? Знаете, получается. Да, многие хозяева санатории, руководители санатории идут навстречу. Вот, они с пониманием относятся к тому, что город, да, действительно из года в год должен становиться всё лучше и краше. В противном случае, просто же говорю, мы потеряем клиента. Вот, поэтому, как сказать, идут навстречу. Вот, приводят свои прилегающие закреплённые территории в порядок. Если есть какие-то недостатки, своевременно, как бы, подсказываем, они реагируют. Там вопросов с этим нет. То, что касается Хостинского района, по уборке, то же самое. Проводим кронацию деревьев, спил засохших деревьев, озеленяем, допустим, перед праздниками, да, перед днём города. Все наши основные клумбы были озеленены. Вот, также в зиму сейчас высадили луковичные культуры для того, чтобы весной, да, когда у нас наступит тепло, где-то в апреле-марте месяце, у нас клумбы засияли немножко по-новому. Это было традиционно, да, уже не первый год. Хостинский район славится и своими, действительно, скверами, цветущими парками. Не так давно открылся сквер «Парк влюблённых». Вот, может быть, ещё что-то новое в районе появится? Ну, если честно, мы хотим продолжить эту традицию, открыть парк водолазов, вот, да, потом реконструировать на «Элите», там сквер «Обеды», вот, где у нас есть памятник. Вот, также хотим продолжить строительство теренкура уже от новой Мацесты до старой Мацесты, это у нас есть в планах, вот, ну, и, как бы, продолжать в этом духе. Что касается социальной политики, вот, в этой сфере на что акцент делаете? В социальной сфере на все социально незащищённые. У нас и малоимущие, и многодетные семьи, и ветераны труда Великой Отечественной войны, да, соответственно, там, кому положены выплаты. Также у нас много погорельцев, да, которыми мы занимаемся расселением, вот, ну, как бы, все эти программы, которые у нас работали в этом году, уже с определённым превышением, также переходят на следующий год. Вот, вот, был период, когда в отдалённые сёла выезжал автобус с соцработниками, с врачами, да, вот, чтобы для удобства жителей продолжается этот проект, выезжают такие автобусы? Да, у нас эта акция называется «День открытого окна», вот, которая проводится по сёлам, она также продолжается в течение года, мы проезжаем по всем селам для того, чтобы жители, да, естественно, не выезжали в город, а уже на месте могли получить все необходимые услуги, консультации. То есть целый набор специалистов, да, не только врачи, соцработники? Не только, да, также сотрудники администрации, юристы, все выезжают, говорю, вот, всяческая помощь, которая необходима для того, чтобы жителю было проще добраться, проще обратиться, получить всю необходимую консультацию на месте, не выезжая, не бегая по кабинетам. Ну, конечно, это очень удобно. Хостинский район ещё многое приобрёл благодаря подготовке к зимним играм, да, новыми красками засеяла и дача музея Барсовой, цирк, вилла Вера в Дендрарии. Опять-таки, радуют глаз районы и дома культуры. Айлит на Бытхе, Луч в Хосте. А что с детскими садами и больницами? С детскими садами и больницами у нас тоже немаленькая работа проводится, вот, а в некоторых детских садах пристройки строятся для увеличения количества, да, детей, детишек, которые будут ходить в них. Школы приводятся в порядок, да, ну, вся необходимая инфраструктура. Почему? Потому что только в этом году, пока я работаю, уже было много вопросов, там, добросовестные строители, там, теплотрассу не закрыли, там, вот, обращаются, стараемся помогать по мере возможности. Вот, а то же самое у нас сейчас мы достраиваем детский садик в Худепсе, вот, который до Нового года уже будет открыт. Да, сам губернатор приедет на открытие. Поэтому работа ведется, не стоять на месте, да, все необходимые, я же говорю, мероприятия проводятся. А приемы граждан уже проводили? Ну, уже неоднократно, у меня по понедельникам, каждый понедельник прием граждан проходит. Вот, люди идут своим вопросом, но, как правило, вам хочу сказать, вопросы застарелы, те, которые не решаются уже годами, да, но они все равно пытаются прийти решить. По мере возможности, конечно, помогаем. Но если вопрос ставится в разрез с законом, сами понимаете, только в судебном порядке мы их, как правило, отправляем. Наверняка какие-то вопросы-то порешали уже, успели? Ну, есть, есть такое, да, вот, допустим, могу, так сказать, со всей ответственностью сказать, что до улицы Самшитовой у нас была проблема, долгое отсутствие воды из-за того, что водонапорная станция, она не состояла ни на чем балансе, да. Да, приехали, разобрались, ну, при поддержке главы города, естественно, вот, внесли в реестр, теперь водоканал будет обслуживать эту подстанцию, да. Люди сейчас без, не без воды, не без света находятся, я же говорю, вот, заявок, по крайней мере, этого момента не поступало. В Сочи, как известно, самый спортивный город мира, да, вот, Хостинский район, какой вклад вот вносит в это дело, что у вас со спортом? Ну, у нас, во-первых, вы знаете, у нас стадион есть, да, на территории, постоянно проходят какие-то матчи, и зачастую даже международные матчи, волейбол, рэгби, как правило, футбол проходит, вот, ну, естественно, жители района активно участвуют, кто болельщиком, кто в качестве группы поддержки, кто каким-то другим образом. Вот, то же самое у нас постоянно проходят соревнования, проходят спортивные праздники, в которых, соответственно, принимают у нас участие и ТОСы, и районы, и школы, и больницы, ну, в течение года проводятся эти соревнования, и в конце года, как правило, да, в зимнем подводятся итоги награждения лучших, так сказать, отличившихся, кто принимает участие. Вообще, хочу сказать, Хостинский район, довольно-таки спортивный район. Это хорошо. А общественность района активная? Общественность активная, вам хочу сказать, да, очень приятно, что есть такие люди, вот, особенно среди руководителей, председателей ТОСов, которые, ну, неравнодушно относятся к своей работе. Я понимаю, что это как бы не основная работа, да, но тем не менее, вот, они могут там не спать, да, они могут там ходить, общаться, рассказывать с людьми, общаться, доводить до них информацию. Ну, я просто благодарен, что именно в Хостинском районе есть такие люди. Своебразные помощники, наверное, да? Естественно, помощники, да. О чём вы, как глава района, мечтаете? Чего хотели бы для Хосты? Хороший вопрос, конечно. Я бы хотел, чтобы с каждым годом район становился всё лучше и лучше. И вот те результаты, которые были достигнуты уже на этот момент, да, вот, сохранить их в лучшем виде, вот, вернуть и приумножить то, что уже было, то, что, может быть, в некоторых моментах уже и забыто, так как мы сделали, допустим, на аллее Чалтенхема, да, те деревья, которые были утрачены, мы их просто восстановили, высадив новые деревья, этой же породы Ликвидамбра. Вот. И то же самое касается всего-всего-всего. Вот, история, история, она должна быть, и забывать мы её, как говорится, не имеем права. Поэтому я хочу, чтобы вернуть все эти исторические моменты, ну и, соответственно, чтобы район не стоял на месте, чтобы он развивался, привносить что-то новое, объективное, сказать, актуальное по нынешнему уровню жизни. От всей души желаю, чтобы мечта сбылась, процветание района. Ну, а если подытожить, что положительного было в районе в этом году? В этом году уже люди, те, кто не смог попасть на Олимпиаду, да, они уже собрались и всё равно приехали. Согласитесь, есть вот что-то такое притягающее в том, что город Сочи, олимпийский город, да, люди всё равно приедут посмотреть и на эти объекты, и на курорте. Кто-то постоянно, допустим, традиционно приезжает отдыхать, да, в Сочи, приехал один раз, как говорится, и влюбился в этот город. А кто-то ни разу в жизни и не был. И вот он хочет, он соседей услышал от знакомых, да, по телевизору увидел там, что в Сочи хорошо. Вот, и он стремится сюда попасть, посмотреть, прочувствовать, сказать, на себе всю эту обстановку, сказать, праздника. То есть положительное то, что к нам едут гости. Посмотрите, за последнее время сколько мероприятий у нас, более 400 мероприятий в год проходят здесь. Вот, и большей частью, я же говорю, международного уровня. Согласитесь, это довольно-таки серьёзное достижение. Достижение не только в Сочи, но и всей страны, как говорится, края страны. Поэтому мы должны соответствовать этому уровню, и у нас просто, как говорится, выбора нет. Хуже быть не должно. А планы на 2016-й уже есть? Нам предстоит очень много. Нам надо будет озеленить очень много парков. То, что мы в своё время, как говорится, сделали, ну, хотелось бы, чтобы оно было лучше. Нам будет высадить несколько аллей, нам нужно будет оккультурить, говорю, те зоны, которые у нас уже имеются. Спортивные площадки в микрорайонах поставить. Почему? Потому что есть очень много обращений граждан, да. Ну, скажем так, не во всех микрорайонах они присутствуют, да. Поэтому и эта работа в том числе по, значит, ремонтам дорог, тротуаров, по доступной среде. Планов очень много. Я говорю, самое главное — сохранить то, что мы достигли, а потом уже развиваться. Тимофей Александрович, программа выйдет в преддверии Нового года. Вот, пользуясь возможностью, вы можете поздравить хостинцевых жителей города с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей города Сочи и, в частности, жителей хостинского района с наступающим Новым годом. Пожелать им счастья, добра, семейного благополучия, любви в ваших семьях. С наступающим вас Новым годом! Спасибо большое, Тимофей Александрович, и вас с наступающим Новым годом! Чтобы хостинский район оставался жемчужиной курорта, одних денежных средств и административных ресурсов недостаточно. Сюда нужно вкладывать душу и, в первую очередь, самим хостинцам. Тимофей Александрович, большое вам спасибо за беседу и за исчерпывающие ответы. На этом время нашей программы истекло. Всего вам самого доброго и будьте в курсе всех событий города и обязательно своего района. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!